Нападение на крепость Синкуцу, демонстрация силы и техники боя непобедимого Самуры, а также раскрытие его магической катаны, так что погнали начинать данный разбор. Здарова ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Изначально повествование начинается с небольшой предыстории о том, почему Самура лишился своего зрения. И все бы ничего, если бы это произошло на войне с Эйтей, но узнав истинную причину, я был, мягко говоря, в шоке. Ведь это он сам лишил себя зрения из-за своих личных убеждений, потому что считал, что земные желания притупляют у разума, что впоследствии оказывает влияние и на владение клинком. Хотя в ту же очередь его желания посмотреть журналы для взрослых или же закурить все еще остались. Но так как он не мог ничего увидеть и не подкуривал сигарету, Самура считал, что никакого греха совершенно не было. Заплатив такую цену, этот держатель магической катаны, по словам Куни Сиги, обрел самую точную и быструю технику владения клинком. При первой встрече в возрасте 14 лет, Тихиро изначально не поверил этим словам. Вот только когда главный герой попробовал разрубить сноп сена, Самура лишь только по одному звуку понял, что движения Ракухиро были неуверенными. Показал на собственном примере, как нужно управляться с катаной одним точным ударом, разрезав сразу три снопа сена. Уже только по данному флэшбеку становится понятно, что этот человек действительно мастер своего дела. Но этого еще не видели его в реальном бою. Переходим в настоящее время. Противник, используя камень Соджа, причиняет огромное разрушение крепости Сен-Куцу. И они намеревались уничтожить здесь все под основание, для того, чтобы держателям магических клинков не было где спрятаться. Однако навстречу противнику вышло несколько монахов. Посчитав это легкой мишенью, враг тут же ринулся в атаку. Но зачитав мантру, охране крепости удалось сковать движение своего оппонента, после чего добивая его огромным колоколом. Вот только с уничтожением одного противника легче совсем не стало. Ведь по предварительной оценке становится понятно, что в нападении на Сен-Куцу участвует вдвое больше врагов, нежели на крепость Коку-Гоку. И как бы монахи не старались усмирить нападение, полное уничтожение крепости было лишь вопросом времени. Ведь численность противника не оставляла и шанса на победу. Однако тут на поле боя показался Самура. Монахи были просто в бешенстве, ибо их задачей была защита держателя магической катаны любой ценой, а тут он сам показался противнику. Вот только Самура не желал сидеть сложа руки, пока на поле боя рисковали своими жизнями его товарищи ради защиты одного только его. Хакури же, осознавая всю патовость ситуации, просит отложить его лечение и немедленно помочь Самуре, считая, что без зрения он никак не сможет определить местонахождение врага. Вот только что Уруха, что охрана крепости, посчитали такую просьбу глупой. Ведь когда Самура выходит на поле боя, лучшее, что могут сделать его союзники, это не мешать ему. После чего, стоя в окружении врагов перед обликом Будды, Самура просит прощения за то, что сейчас сделает, решив даже согрешить и закурить сигарету перед боем. Наемники Хисяку были приятно удивлены тому, что держатель магической катаны сам своизволил показаться. Но так как он был слепой, они совершенно не видели в нем опасности. Однако, внезапно, выбросив окурок, Самура моментально выносит одного противника. После такого, у остальных от поджилки начали трястись, ибо никто из них совершенно не ожидал такого от слепого человека, держащего в руках обычный клинок. Так что, осознав, что он ориентировался на звук, наемники решили бесшумно напасть на него со слепых зон, используя атаки средней дистанции. Вот только щелкнув клинком, Самура тут же определил местонахождение врага, вынося его за доли секунды, после чего тут же последовал следующий. Ведь этот держатель магической катаны ориентируется в пространстве не только по звуку или запаху, но и щелкая ножнами своего клинка, он способен использовать эхолокацию, определяя точное местонахождение своей цели. Осознав, что они сильно недооценили своего оппонента, наемники решили напасть на него всеразом, используя силу камня небесной капли. Однако Самура, используя эхолокацию, в одно мгновение расправляется со всеми противниками, отправив их прямиком в ад. Что же, ребятки, вот мы лицезрели на что способен непобедимый Саити Самура, продемонстрировав полную ликвидацию врагов, которых было двое больше, чем при нападении на крепость Коку-Гоку. Но при этом он использовал обычную катану, и мне даже страшно представить, на что Саити будет способен, когда Хакури вернет ему магический клинок, название которого нам также стало известно. А так как Хакури уже принялись исцелять, тогда в скором времени Хисяку лишится двух магических катан, что в корне должно поменять весь план антагониста. А нас еще ожидает битва Тихира против Хирухика, и если главный герой победит одного из магов Черного Пламени, тогда это тоже может негативно повлиять на возможности антагониста. Так что будем ожидать новую главу от Хакадзона Сенсея. А на этом ролик подходит к концу, пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за просмотр, мирного неба вам над головой, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok